Вопросы безопасности Израиля обсуждают в ООН. Представитель США в ООН отметила, что против еврейского государства на международной политической арене развернулась настоящая антисемитская кампания. Против Израиля за последний год было подано десятки резолюций, только четыре документа по всем вместе взятым остальным странам. Сейчас от здания штаб-квартиры ООН ко мне присоединяется мой коллега Евгений Маслов. Женя, приветствую вам слово. Приветствую, Валера. В ООН впервые за долгое время на столь высоком уровне довольно откровенно говорили об антисемитизме в мировой дипломатии, отмечали его проявление и в самой Организации Объединенных Наций. Мероприятие было посвящено, собственно, 40-летию принятия Генеральной Ассамблеи резолюции, приравнивающей сионизм к расизму. Резолюция под номером 3379 была принята 10 ноября 1975 года при поддержке стран социалистического блока, арабских стран и стран Африки. Она признавала сионизм формой расизма и расовой дискриминации по отношению к коренному населению. После принятия резолюции, занимавшей на тот момент должность посла Израиля в ООН, Хайм Герцог заявил, что она представляет собой еще одно проявление ожесточенной антисемитской, антиеврейской политики, которая вдохновляет арабское общество и которая привела, собственно, к принятию этого документа. Резолюция была отменена в 1991 году, но в ООН выступавшие говорили о том, что в самой организации многие страны ведут себя так, словно эта резолюция действует. В подтверждение этой мысли приводилась статистика UN Watch, организации, согласно данным которой Генеральная Ассамблея приняла в 2014 году 20 резолюций, критикующих Израиля, или только 4 резолюции по всем вместе, взятым остальным странам. Одним из самых ярких выступлений, пожалуй, была речь представителя США при ООН Саманты Пауэр. После выступления Хайма Герцога началось настоящее движение в самом Израиле. Прежде всего, Герцог и израильтяне продолжили с той же насточивостью, что и прежде строительство еврейского государства. Герцог не только символически разорвал резолюцию, принятую в ООН с осуждением сионизма, он доказал своими действиями, что израильтяне строят демократическое общество. И так же, как и тогда, Израиль может полностью полагаться на поддержку США, как на своего самого главного союзника в мире. В мероприятии, проходившем в ООН, принимали участие Ицхак Герцог, сын Хайма Герцога, генеральный секретарь Оон Панги Мун, а также глава Госдепартамента США Джон Керри, который призвал отказаться от обличительной антиизраильской риторики в Организации Объединенных Наций. Поддержка Израиля Америка — это то, что не изменится никогда. И поэтому мы с Израилем плечом к плечу и в ООН, и на других международных форумах. Мы выступаем против любых попыток несправедливо обличать Израиль и представлять его действия как незаконные. И мы последовательно продолжаем выступать за достижение компромисса ради мира между палестинцами и израильтянами. Интересно, что в тот момент, когда в одном из залов ООН обсуждали антисемитизм и его проявление, в другом зале Организации проходило свидание, посвященное проблеме палестинских беженцев, где представители Палестины говорили о нарушениях прав человека со стороны Израиля по отношению к палестинцам. И они, в свою очередь, отмечали бездействие, по их мнению, в этом вопросе мирового сообщества. Для палестинцев то, что происходит, разрушительно. Народ погружается в безысходность и теряет надежду на то, что мир установится когда-то на оккупированных территориях, и что идея «два государства для двух народов» осуществима. ООН, как известно, дипломатическая площадка, на которой выслушиваются разные точки зрения, но позиция самоорганизации в палестино-израильском вопросе. Многим не ясна. Эксперты говорят, что не хватает четкости. Здесь, конечно, выступают против насилия и с той, и с другой стороны. Но и израильтянам, палестинцам кажется, что недостаточно. У зданий ООН в этом году во время Генеральной Ассамблеи, как вы помните, впервые поднимали палестинский флаг. И это вызвало критику со стороны Израиля. С другой стороны, здесь постоянно говорят на форумах разного рода о необходимости борьбы с антисемитизмом и его проявлениями в международной политике. Он дипломатично не хочет принимать ту или иную сторону в израильско-палестинском вопросе. Это может расколоть организацию. И понятно, пожалуй, что единственным последовательным партнером Израиля в ООН остаются Соединенные Штаты. Валера. Спасибо, Женя. Это был Евгений Маслов. Продолжение следует...